Почему так много крестят, но так мало верующих? О, хороший вопрос, хороший, замечательный. Я слышу его все годы, которые в церкви, ну, чуть поменьше, чуть поменьше. Где-то, ну, по крайней мере, с 95-го года я этот вопрос задаю, и я его слышу, и мы его обсуждаем со своими друзьями на лекциях, на беседах, на встречах. Почему так происходит? Ну, вас что возмущает? Вас возмущает, почему крестят, а они не становятся верующими? Или вас возмущает, почему людей крестят, а они на самом деле не веруют? Или вас возмущает, а куда деваются крещеные люди, почему они не становятся верующими? или почему мы не спрашиваем у людей, которых крестим, а веруют ли они, являются ли неверующими. Что именно вас возмущает, потому что эта проблема очень большая, это одна из самых больших проблем церкви на сегодняшний момент. Но если вы думаете, что мы сейчас махом эту проблему решим, вот сейчас вот отец Константин предложит такой универсальный выход из этой ситуации, нет выхода из этой ситуации, нету, все не так просто, как может показаться. Гласительные беседы замечательная вещь, но они не зажигают веру, они дают знание, а не веру. Мы допрашиваем людей перед крещением, верующие они или нет, да, и должны выгнать, потому что они нам представляются неверующими, не факт. Есть очень много людей, которые просто не могут выразить свою веру, она настолько маленькая, что она у них есть, но они не знают, как ее проявить или показать, и когда ты крестишь человек, спустя год ты понимаешь, да, ты крестил верующего человека. Я знаю множество людей, которые на момент крещения вряд ли можно было назвать верующими, но через 2-3 года эта вера в них возросла так, что это было видно. Но возросло именно, вот это не было от падения и приход, это было поступательное развитие, как из семечка вырастает вера, так она у них выросла. Но на момент крещения ни я, ни они сами этой веры не видели. Очень все неоднозначно, очень все непросто, и это, если бы это можно было каким-то методом решить, давно бы эту проблему решили. А на самом деле все сложнее, но по существу вопрос. Вообще-то Христос говорит то же самое. Он говорит, много званых, мало избранных, будут первыми и последними. А последние первые. Он невозмущенно говорит, почему так, я же звал много, где же они все? Он говорит, да, так, так в жизни бывает. Много званых, мало избранных, много крещенных, мало верующих, много ходящих в церковь, мало спасающихся. Это некая, скажем так, константа этой жизни. И Христос ее как бы и констатирует факт. Вот притча о званых на браке. Вот те, которые были званы, не пришли. Ну, не пришли и не пришли. Позовем других. Кого-то позвали. Кто-то пришел с распутий, а кто-то не пришел. А кто-то пришел и был изван, потому что не пришел ни в брачной одежде. Вот этот выбор и происходит. И с помощью крещений, и с помощью исповеди, и с помощью причащений, и с помощью скорбей, и с помощью разных обстоятельств жизни, вплоть до смерти и страшного суда человек ставится постоянно перед выбором, чтобы ответить самому себе. Самому себе, в первую очередь. Богу не надо, Он знает. Ответит вопрос, ты веруешь или нет? Вот все для того, чтобы я смог ответить на этот вопрос. И если я отвечу на него и скажу, да, я верующий, то никаких, вплоть до последнего своего издыхания, то вот момент этот, отвечай, момент истины, момент смерти, отвечай, да, Господи, верую, по-прежнему верую, пусть не так, как апостол Павел сказал, течение с кончах, веру сохраних, но тем не менее сохраних, Господи, верую. И тогда открываются царские врата, но уже не ведущие не в алтарь, а в Царство Божие. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.